всем привет уважаемые дамы и господа я только-только создал новый youtube канал специально для того чтобы показать вам как я развиваюсь в игре ресурс в общем игра это скажем так гринделка захват территории своих своими шахтами то есть сейчас все подробно расскажу вам в общем начал проходить я начал развиваться не проходите развиваться в этой игре неделю назад сегодня у нас 10 то есть начало я проходить получается сколько там 3 числа или 4 апреля 2021 года то есть 3 апреля 2021 года и уже получил двадцать девятый уровень просто я за неделю за прохождение за неделю развития своей игре на своем аккаунте я много листал youtube и не смог найти ни одного обучающего видео где рассказывают как играть и там мы какие-то там стать теги или ну никакой помощи для новичков ну и так далее вот я решил показать на своем примере как лично я развиваюсь где и что какие хитрости я использую чем в принципе ну я занимаюсь и какими будут дальнейшем успехи надеюсь что эта игра мне не надоест в ближайшее время хочу я просто видел тут рекордсменов в своем городе то есть некоторые люди тут играют 1200 дней и так ну и так далее там уровни у меня сейчас 29 за неделю а у них там по 1000 какой-то там уровень то есть там по 900 уровень 900 уровень и у меня просто волосы дыбом встают от того что я сознаю что есть люди которые ну терпеливые я порой бывает такой скажем так я поиграл чуть-чуть и бросил все это то есть есть такая игра одна у меня тоже там я играл играл лет 7 назад бросил сейчас зашел и там ресурсов накопилось короче ладно не о той игре идет речь об этой в общем на первых могут при гадская когда вы скачиваете игру либо с google play либо с apple store на первой странице насколько я помню будут выскакивать новости новости такие скажем так по игре по достижениям игроков или по каким-то событиям ну в тех или иных местах земли вот смотрите какой-то вот мы видим сейчас да спен вен из украины то есть вплотную занялся инфраструктурой усовершенствовал специальные задания даже могу найти свой скриншот где даже меня в этих новостях упомянули у меня ник ups sorry то есть каждый день можно так заходить и посмотреть ну такие забавные новости именно по игре у кого что произошло то есть так чисто ради интереса вот в германии у кого-то там криминальный талант позревается в 149 атаках на шахты с 24 часа сейчас все про все расскажу откуда все эти шахты атаки то есть вот можно почитать и в принципе ну кому интересно кто уже давно играет может там немножечко почитать но видите так останавливаюсь на некоторое время чтобы можно было остановить идио и поржать вот не довольно таки порой смешно читать это все в общем сама игра начинается ну вот с этого момента да но чтобы от именно развиваться в этой игре тут нельзя ее пройти как я понял то есть ну то есть у нее нету конца то есть пока наверное лет через там через сто пока всю карту не займут ресурсами все игроки ну игра не кончится то есть показываю смотрите играет начинается вот с такой вот скажем карты можно поменять фон я обычно чаще всего использую черный фон прошу непривычный как-то ну играю так пестро то есть на белом фоне но не всегда видно точки там или что-то ну как бы непривычно смотреть него в игре именно удобно на черном фоне наблюдать за вот этими вот штуками я расскажу что за 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 какого за зонтик для чего нужен и использую в этом видео его я постараюсь вкратце все рассказать смотрите в общем сейчас вот я нажал на свою геолокацию это мой город я сейчас нахожусь у себя дома может быть и соседа какому встречу в общем я в первый день не разобравшись что к чему у меня я так понял по своим расчетам сейчас я пример почитал сколько что что стоит отмены на аккаунте появилась куча куча на на экране на моем на рабочем появилась сейчас секундочку подклинил мышку мне чтобы было проще вам показывать что откуда свечу и вот я когда загрузил игру появилась куча 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 ящиков вот таких вот ящиков появилась куча и я их ну понасобирал то есть ящик можно подобрать если он находит этот ящик будет находиться в пределах оранжевый оранжевого круга вот меня прям куча кучи их появилось здесь то есть и я их пособирал потом я по продавал ресурсы вот на этой вкладке они на это но вот этой вкладке на продаже по продавал ресурсы мне там их было куча разных и смог на карте продану сразу же сразу же заметил что такое у меня не хочет перелистываться сразу же короче заметил что у меня на карте я просканировал местность у меня вот здесь есть ну как бы зона нефти я сразу поставил кучи нефтевышек то есть и стал добывать нефть в первый же день как потом выяснилось это была большая ошибка потому что я не посмотрел сколько стоит сама нефть сколько у меня денег на аккаунте и просто поставив куча нефтевышек я скажем так спал но как вот сказать в кризис денежный и я потом еще пару дней страдал от того что я поставил кучей угольных шахт сразу же в первые буквально там первые первые пять часов игры я поставил угольных шахт они в принципе дорого стоит то есть по 600 нефть но нефть и вышка стоит 640 миллиона 614 миллионов но это игровых фантиков у меня 7 триллиардов то есть это в принципе стабильно то есть сейчас я зарабатывал потом по полтриллиарда вот но в первые там часы будут очень тяжело я понастроил сколько раз два три 4 5 6 7 8 9 9 нефтевышек и порядка там 0 10 там 15 угольных шахт угольная шахта чуть подешевле будет а 306 307 миллионов стоит то есть если перевести в деньги по ходу делать этих ящиков которыми появились первые часы на карте наверно как помощь новичкам было но я короче просрал скажем так все деньги вот в чем заключается смысл игры вы должны короче ходить по территории и сканировать на предмет но сканируется территорию на предмет там они но не с ним ну ресурса ресурс рождения то есть тут допустим ты есть меня у меня пока 29 уровень то есть до 29 уровня у вас будут открыты эти ресурсы то есть вот вот такие зоны которые помечены такими странными полями вот чем чем ярче то есть если синяя зона что тут мало ресурсов чем пестрее становится зеленые вот там лучше будет добываться у вас ресурсы то есть я поставка получила потратился деньги у меня остались там просто копейки я все 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 собирал копил себе на добычу известняка который у меня кажется в районе еще больше глины черном гравий и так далее сейчас я расскажу для чего это все нужно то есть тут любой ресурс для чего-то нужен просто так вот ничего не валяется и ну принципе можно строить всегда всегда везде где-то заметил точечку тоже построила здесь деньги лишние в общем сейчас я покажу свои своим свое исследование территории в общем начал я с нефти вышек около дома и угольных шахт если ваш штаб и построился построен что то есть в зоне действия моего штаба вот он в этой зоне где вот где-то можешь просканировать будет буст от твоего как она называется забыл уже от того штаба будет буст всем близ близ лежащим шахтам то есть ну будут то есть чем выше уровень штаба тем больше буст на добычу ресурсов в зоне действия штаба твоего вот я в общем пока работал пока ну там по пути от дома до работы от работ до дома там до близких под магазин и везде всегда тыкал но в течение недели тыкал шахты и даже сегодня я ходил зеленые шахты это означает что спустя там неделю спустя день точнее спустя день после того как ты поставил шахту она начинает она как бы авторизируется я так понимаю как но я еще может до конца не разобрался микро что ну как я так понимаю что она авторизируется на карте и то есть в полной мере принадлежит тебе то есть сейчас я покажу масштабы своего развития на карте то есть вот это я понастроил все зелененькие точечки которые на карте есть и вот эти серые это до 24 часов после постройки шахта она будет серая то есть вот он нету серые шахты стоят это сегодня я изучил их вот они зеленые 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 зеленого здесь я тоже понастроил всего тут всего подряд на понастроил тут можно это наверно будет видеть что этом понастроил то есть глину пока на автобус ехал как-то на по странному по чудному на меня скакала все то есть вот есть другие игроки которые тоже тут когда-то были ходили обратили бородили и строили шахты то есть я тут ну где еду там где на работу я сразу же строю шахту здесь тоже понастроил в общем и даже около работы тоже понастроил этих шахт где-то здесь работа у меня ну да вот шахта понастроен тут тоже какой-то игрок был в общем рассказываю теперь смысл вот этих шахт то есть в принципе я их не могу подобрать пока я не окажусь в зоне в зоне ну то есть пока этот ящик не окажется в зоне оранжевого круга сейчас расскажу я покажу что может выпасть с этого ящика вот нас есть донтики то есть за выполнение определенных задач которые есть тут на этой вкладке то есть как она правильно называется а тут не написано в общем выполняешь задание и можно короче получить какой-то плюс то есть я по глупости сделал очень много разных глупостей что это такое страховка переживите ну ладно пишут а небольшая сумма в общем я по глупости по насобирал авто на второй день все задания не разобравшиеся что что надо делать и вообще надо ли это делать вот и сейчас я еле-еле избежал штрафа а нет я еще не избежал его извиняюсь я еще не избежал то есть надо было короче время деньги то есть ну короче тут задание есть в общем знаете за прохождение заданий или за за то что ты прошел ну попал на новый уровень ну повысил свой уровень аккаунта тебя могут короче ну тебе дают зонтики вот эти если ты собираю скидываю ну то есть зонтики те скидут из как он называется карга дождь то ты сейчас получишь на карте куча от этих ящиков в пределах своего круга то есть давайте я пособираю вот видите написано что мы нашли в этих в этом ящике то есть бонус может быть совершенно разные там вот покрышки медные монеты какие-то римские монеты еще римские монеты но я быстро буду себя то сейчас не дай бог кто-нибудь тут недалеко гуляет сейчас пособирает их то есть любой игрок который видит на карте этот этот чемодан может подойти и собрать то есть вот мне в принципе можно будет пройтись по району чуть-чуть тут собрать тут собрать то есть вот по району сколько то есть рандомно игра сама разбрасывает ящики что в принципе считаю это большой плюс вот мне сосед оказывается тут тоже какой-то играет я с ним уже немножко попереписывался он не в первые по моему 5 часов игры уже подсказал как правильно тут что ставить так в чатике этот чатик есть то есть в чатике можно пообщаться то есть почитать вот можно даже геометку скинуть то есть завтра у меня будет день рождения я еду с родителями на дачу и я нашел что у меня оказывается далеко от дачи есть еще один сосед который тоже играет в эту интересную увлекательную игру то есть он тут видно сколько поставил шахт своих вот завтра я думаю просканировать местность вот ближ лежащий от этого маленького поселка нигде и мы сейчас я накоплю специально денег чтобы чтобы завтра прийти походить по своей даче и поискать месторождение строим я так понимаю что и никто из моих соседей дачного участка то есть никто ничего не строит то есть и поэтому в принципе никто не будет против вот давайте в общем видеоролик у меня пока одну затяжной я давайте еще минут минут пять поговорю с вами расскажу что дальше еще как и первую часть закончу буду ждать ваших комментариев по поводу там ну что у вас по этой игре но оставила задуматься и что вам было непонятно и по мере возможности я расскажу вам дальше что-то на третьей вкладке вот на третьей вкладке у нас показывается мой склад то есть то есть при ну каждый склад но стабильно по стандарту начинается с уровня первого и вместительность у него всего 5000 кубометров ну либо штук 5000 штук где-то на 5 тысяч деталей или вот 5500 ой вру до 5000 кубометров литьевой руды там где-то начался покажу что ну в общем вы поняли да там просто разные единицы там есть и киловольт они это как никеля не киловольт и забыл как она там аккумулятора короче и не вижу где они я не вижу те аккумулятора у меня вот ватт-часы то есть киловатт и то есть я уже второй уровень и прокачался до двух до 20 тысяч мегаватт-час то есть это показывает ресурс который который вы имеете на аккаунте без того что вы собирали эти ящики или у вас работает предприятие которые сейчас вам тоже покажу вот эта вкладка трейдинг то есть в принципе все ваши ресурсы можно как заказать чтобы купить ну при наличии денежных средств вы можете заказать у других игроков которые хотят избавиться от своих ресурсов и купить у них за какую-то сумму либо также вот вы можете взять и вот продать какой-то человек человек дрэс дрэд зио блин хрен вы говоришь еще видно сразу же его уровень и видно сколько осталось времени до окончания его торгов то есть пока то есть может может быть так что я сейчас допустим не хочу продавать ничего да и никто не хочет продавать у него в течение там двух дней просто ну закроется сделка ничего не получит если вдруг такое будет но такого не будь то что игроков много со всего мира и тут нажмется на вкладку и просто возьмет и продаст его ресурсы свои ресурсы ему вот удобно понятно да дальше смотрите дальше это почему не срабатывает как она срабатывает в общем дальше вкладка производства то есть тут в принципе призму за свои ресурсы которые там за что скачешь то за свои ресурсы вот за глину до за глину можно сделать кирпич то есть чем выше уровень самого кирпичного завода тем он меньше тратит ваших у вашей глины на производство кирпича и это делает ну чем выше уровень также еще быстрее делается кирпич то есть я специально вложился кучу ресурсов для того чтобы в течение 1 1 1 1 суток не заморачиваться больше о том чтобы на этом продолжить предприятие то есть то есть это уровень бетонного завода многие новички покачают бетонный завод и кирпичный завод принципе этим же самым и я занимаюсь вот так же тут от уровня зависит много чего то есть пока меня 30 уровне я не могу поставить титанов завод также пока у меня нету корпорации пока не 35 уровне не могу сделать корпорацию медтехнологии и получается этого со всего но я не знаю что он такой будет но это а вот медицинские технологии какие-то то есть вот и цена то есть и цена 1 1 1 1 кубометр то есть вот ресурс который требуется для для то есть и танка то есть вот чтобы вот это вот все сделать мне нужно изначально этот склад завод мыся открыть то есть я качаю потихонечку всякие заводы то есть вот наличие мне показывается что мне микросхема 1174 и цена за каждую штуку 64000 до есть она потихонечку производится так вечером перед сутом забрасываю сюда кучу ресурсов фото просыпаюсь и заново продолжаю производство то есть интересно реально игра тут показывается на этой вкладке показываются ну скажем так как сказать процессы для упрощения игры то есть тут можно некоторых на некоторых заданиях там нужно сделать натренировать некоторых там там войск точно каждой шахте есть свои войска либо собаки блин я не знаю почему не срабатывает вот либо собаки там либо войска вот принципе можно сделать это вот музей надо улучшать для того чтобы ну ладно потом расскажу вот есть также увлекательная игра казино то есть заработав свои понятно заработав свои вот эти фантики то есть вот мы вот 7 7 триллиардов я могу поиграть в казино то есть мелочи 17 минут как раз окончится штраф то есть каждый день ты получаешь 500 попыток чем выше уровень казино то есть повышаешь ресурсы тем больше это ставку можешь делать следовательно если ты получаешь какой-то тут но приз он умножается то есть сначала за делаешь ставку таком 10 миллионов всего просто денег мало повышаясь но повышаешь уровень склад уровень казино и ты можешь ставить ставку 50 миллионов если допустим тут попадает к вот число там допустим ставка 50 умножается там вот допустим 3 вот этих вариантов будет там но умножаться по моему в 15 раз то есть 50 миллионов умножаться в 15 раз ты получишь на свой счет какую-то сумму план это в принципе это не особо важно так как выйти отсюда так дальше пойдем вот тут показывается все мои на на карте мира пока это выставленная все шахты то есть не угольная шахта но пока за сколько сколько и сколько именно шахт я поставил какого вида то есть принципе тут все понятно на этой вкладке можно улучшать свой штаб почему она не хочет то есть за счет вкладывания своих добытых или купленных с торгов у нас этих как она называется правильно ресурсов купленных с торгов ресурсов на этой вкладке пальцем придется нажимать ну как я уже говорил всякие задания но то есть в принципе ну ничего тяжелого здесь нет просто просто порой она немножечко ну такое задание с ебанцой скажем так откровенно говоря то есть и если ты случайно вот на продать продать продайте 50 54 тысячи грузовиков каждая цена то есть и получите за это 82 карга дождя ну это просто невыносимо но такие дам ну каждый грузовик он стоит по 170 миллионов по-моему так или ошибаюсь или по-моему по 70 миллион каши дорого то есть я познаю цену карга ящиков что это копейки вообще но бывает такое что рекламная сделка я покажу смотреть не буду просто сейчас начнется реклама то есть вы получается за это три карты 3 то есть за 20 секунд получается 3 от этих ящиков 3 карга дождя которые сбрасывают ящики вот в принципе интересная игра тут на этой вкладке можно взять в долг я в первый час взял получил эти ящики получил кучи бабок и сразу же вернул по глупости хотя принципе меня получается то сколько по моему 100 триллиардов не упала я не помню сколько там короче упала мне не получила просрал тут показывается на этой вкладке показываются все ваши действия на игровые действия которые вы выполняли по ходу дела за все время вообще то есть но там продажа продажа продается кому что продал кто мне продал кого чё я там купил какую миссию закончил вот типа что я расширял какого числа время да то есть прикольно то здесь ты забыл что когда ты чего улучшал ничего то сколько у кого купил может зайти на эту вкладку посмотреть проблем с этим не будет вот в принципе блин чат который я вот уже пообщался чувачками некоторыми по общину то есть кто когда-то там кто учу как и будет делать также любого игрока на вкладке на карте вот можно добавить друзья вот камбэк я добавил его в друзья вот у него уровень 350 что ли меня это в принципе мне это вводит шок то есть чувак так долго играет вот ну в принципе остальные вкладки это интересно то нам это фигня полная вот такие дела ладно народ всем спасибо за просмотр надеюсь если вам первый видеоролик зашел если вам подробно рассказал если вам понравилось можете проявить свою активность там поставить лайк дизлайк написать комментарий если вообще это все может не писать в принципе имеет ненужное хочу на этом я точнее буду делать на этом канале скорее всего хотя бы с интервал точно раз в неделю буду выкладывать либо недельный подробный дневник как игрока в эту игру как я проходил чину как я развивался чего построил где я что видел и так далее либо буду каждый день но маленький видеоролик я пока еще не придумал все будет зависеть но от моего настроения твои и от возможностей по времени вот всем спасибо за внимание надеюсь было полезно всем добра здоровья процветания спасибо за внимание до свидания